3 марта 2021 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снимаем выпуск блога «Святая земля сегодня», который выйдет в эфир в пятницу, 5 марта. Не удивляйтесь, что я в маске. Именно так ходят в Израиле. В Израиле нельзя категорически снимать маску ни в общественных местах, ни на улице, ни в общественном транспорте, ни в магазине, буквально нигде. То есть, выходя из дома, каждый должен надеть маску. Мы много раз снимали маски с Рафаэлом в кадре для того, чтобы порадовать вас своей улыбкой и, на мой взгляд, более эстетичным внешним видом. Но поскольку ввели вас в полное заблуждение, судя по вашим комментариям, вот теперь мы снимаемся так, как положено. В Израиле никто маски не поскидывал, несмотря на вакцинацию, о которой мы сегодня еще поговорим. И вот назвали мы свой... Оф, нет, я все-таки хотя бы вот так. Дышать просто нечем абсолютно. Назвали мы свой выпуск «Великая перезагрузка». Это название мы выбрали совершенно не случайно. Этот термин появился в сети, на самом деле, не так давно. И означает он план, экономический план, предложенный британским принцем Чарльзом и председателем Всемирного экономического форума, которые предлагают возродить жизнь после ковида. То есть, иными словами, это план улучшения, развития, преобразования жизни на планете Земля, естественно, по добровольному согласию стран и граждан, разумеется. Улучшения в плане честного и здорового капитализма, улучшения в плане экологической ситуации в мире и так далее. То есть, хотим вернуться к нормальной благополучной жизни, только еще в лучшем ее варианте. Ну, не будем сейчас говорить о теориях всемирного заговора, попытке привести всех к мировому правительству. Это не цель нашего выпуска и не наш формат. Такие выводы уже пусть делает каждый сам в силу своего разумения. Мы же хотим показать то, что происходит в Израиле. Я не знаю, насколько это действительно связано с этим всемирным планом великой перезагрузки, но то, что в Иерусалиме она происходит, это действительно так. Мы находимся сейчас в очень красивом месте. И будем сейчас рассказывать и показывать вам о том новом Иерусалиме, который строится на западном въезде в город. Это не фейк, это не шутка. Вся информация, которую мы расскажем вам сегодня, взята из абсолютно официальных источников, в том числе из тех надписей официальных рекламных, которые висят на заборах этих строек. Так что оставайтесь с нами, узнаете много нового и интересного. Мы сейчас находимся на вершине холма по имени, под названием Гиват-Рам. Гиват-Рам. Я стою около здания Биньяне-Хаума. На самом деле это важнейший стратегический пункт еще из древних времен. Мы находимся прямо над Явской дорогой, то есть это дорога от Старого города. Старый город это совсем недалеко отсюда, в эту сторону. Мы отсюда даже видим гороскопус. Можно было бы видеть горы Ильон, если бы не эти новостройки, которые построили вот здесь. Подо мной нашли очень интересные археологические сведения времен Римского империя. Здесь стоял 10-й римский легион. Это после того, когда завоевали город Иерусалима после второй восстания. Дело в том, что место это было предназначено как центр для разных государственных учреждений. Дело в том, что несмотря на то, что Иерусалим, город Иерусалим это столица Израиля, но город Иерусалим всегда был какой-то немножко отстойный, отсталый такой город. Я это говорю безобидно, это просто вот так всегда было. А главный всегда бизнес-културный центр, бизнес-центр, даже чисто административный центр у нас был, как правило, Тель-Авив. Но поскольку большинство стран мира признают Иерусалим как столица Израиля, и также само государство интересовано поднять этот статус, стали еще в 50-е годы, скоро после создания государства Израиль, построить здесь здание, которое называется Биньяне Аума. В переводе это как здание нации или дворец нации Биньяне Аума. Это то, что вот в принципе, где мы стоим сейчас. Место было построено для того, чтобы здесь вести международные конгрессы, особенно для всемирного сионистского движения. Это так просто спокойно, так как организация называется. Правда, использовали эти здания не всегда для своего предназначения. То есть здесь в основном были не какие-то всемирные конгрессы, а скорее всего главный зал для Иерусалимского симфонического оркестра, иногда израильская симфония или какие-то гости из Европы выступали здесь. Пласида Доминго, я помню, была идея, чтобы баранбоем здесь играл Вагнер. Я даже купил билеты, но это отменили, это другая история. Короче, в основном для разных культурных мероприятий. Но правда, иногда и по предназначению это делают. То есть, например, президент Америка, бывший президент Америка Обама здесь в 2013 году тоже выступал. Итак, то, что мы знаем сейчас, и это никакой не фейк, мы это вам показываем сейчас, и увидим даже вывозки официальные, вывозки проектов, которые здесь делаются. Здесь строят большой новый мегапроект, новый Иерусалим. Но Иерусалим как замена Телавива, как действительно важнейший административный бизнес-центр страны. И не только страны, даже всего Ближнего Востока. Здесь будет самый большой на Ближнем Востоке зал конференции, именно на этом месте. Будут его полностью переделывать. Также здесь будут 20 огромных небоскребов. Как раз об этом мощно работают, как мы здесь видим и даже слышим. Все наши поезда, все наши трамвайные пути будут обязательно останавливаться здесь. Так что мы находимся также в пешем расстоянии от Кнесета, это здание Израильского парламента, Израильского музея, где находятся еще свитки Мертвого моря, Музей библейских стран, рынок Махане-Ягуда. И в принципе, если очень хочется, можно даже к Стене Плача или к Гробу Господню отсюда добираться даже пешком. Так что вот это место соединяет аэропорт Бен-Гурьон, город Тель-Авив, Иерусалим, как новый центр. Отсюда, когда будут высотные здания, можно будет увидеть и Гроб Господень, и Стеной Плача, и Храмовой горы. Так что очень интересное место. Могу поделиться своими ассоциациями. Помните, у нашего великого русского мыслителя Соловьева есть такие три диалога, и там есть рассказы об Антихристе. Вот как это не звучит фантастично и странно, но ассоциация вот с этим его рассказом об этом всемирном конгресс-центре, где все будет происходить, у меня была лично сразу. Я ни на что не претендую. Он, правда, помещает его на Храмовой горе, но отсюда до Храмовой горы рукой подать. И, прямо скажем, проект гораздо более красивый, чем Храмовую гору портить каким-то конгресс-центром. Лучше на ней устроить лазерное шоу, о чем мы с вами сегодня поговорим и увидим все это своими глазами. Мы подготовили для вас потрясающие вечерние съемки того, что происходит сегодня в Иерусалиме по вечерам. Ну, а пока, чтобы не быть голословными, мы подойдем к рекламным щиткам на стройках и переведем вам с иврита надписи. Ну, а те наши зрители, которые на иврите читают, собственно, смогут прочитать и сами. Ну, вот, прямо сразу справа мы уже видим надпись. Написана «История вкратце Биньянеяума», то есть «Дворец наций, центр международных конгрессов». И вот здесь рассказано о том, как это здание было построено в 50-е годы. Я кратко перевожу, те, кто читают на иврите, смогут прочитать. Я даю краткий перевод, что оно было построено как место для государственных всяких конференций. Ну, на практике, мы уже сказали, здесь были в основном концерты. Дальше идет рассказ о том, что здесь будет. Вот четвертый пункт, он, пожалуй, самый такой для нас любопытный. А здесь написано следующее. Итак, в наши дни это место стоит в центре нового бизнес-квартала, который строится на въезде в город. В рамках строительства Биньяней Аума, то есть «Дворец наций», станет самым большим конференц-залом на Ближнем Востоке. Вот дословно так написано. Бомизрах Атихон на Ближнем Востоке. А также он будет использован для целей культуры, бизнеса, торговли и отелей. О том, как будет выглядеть этот конференц-зал, вы можете иметь представление по картинке, которая помещена здесь на заборе напротив. Вот сейчас я вам ее показываю. Посмотрите внимательно на это здание. Очень может быть, что вы увидите его по телевизору в новостях через пару лет. Ну, я шучу, конечно, на самом деле никто не знает, может, так оно и будет. В каждой шутке есть доля правды. Мне больше всего нравится часть насчет отелей и по поводу также 20 высотных башен. Такого размаха строительства в Израиле не было даже в самый пик туризма, когда страну посещали миллионы туристов, и страна буквально взрывалась уже от количества приехавших гостей. Я это время помню, я в это время работала с группами и ходила постоянно в толпе. Мы даже гиды говорили, боже мой, бедные наши паломники, они же ничего не видят, кроме спин людей. И вот сейчас, когда идет пандемия, туристов в стране нет, страна закрыта на железный замок. Въезд, если и откроют, будет только по зеленым паспортам. Так что миллионов, десятков миллионов туристов ждать не приходится. Зачем? Зачем все это строится? Большой жирный знак вопроса. Оставляю ответ за вами. Ну и вот здесь же, под Биньянея Ума, находится главный центр, где делают у нас прививки. Их делают не только здесь, конечно, но здесь такой главный центр, куда всех приглашают. Нам даже по телефону приходят смс-ки с приглашением без очереди прийти и уколоться. А прививки уже у нас 4,5 миллиона граждан, ну то есть это почти что половина страны. И это уже кто получил обе дозы, ну и примерно 2,5 миллиона получили первую, дозу ждут вторую. Прививку у нас очень хвалят, говорят о ее высочайшем качестве, о том, что очень серьезные люди работали над созданием этого препарата. Это препарата, не знаю, как правильно его назвать. И вот здесь такие ворота, тоже ассоциации, конечно, такие немножко у меня от Второй мировой войны. Думаю, вы уже угадали, что я имею в виду, такие ассоциации, да, вот вход в то место, откуда выхода нет, да, помните, как у Данте. Да ладно, это моя жена, у нее, наверное, польские предки, вот поляков у них такие иногда страхи такие есть. Я на самом деле здесь и первую, и вторую дозу Pfizer получил, и я не хочу вам делать рекламу, но тем не менее я отлично, отлично себя чувствую. Как-то никаких у меня ни головных болей, ничего не было. Ну, как Анна говорит, посмотрим через 10 лет, какие у меня изменения будут в клетках. Ну, вот польские у меня или не польские страхи, может быть, страхи и польские. Но будем надеяться, что если очень сильно помолиться, то никакие клетки никуда, куда не надо, не вырастут, и все, конечно, с Рафаэлом будет в порядке. Он, как настоящий мужчина, пошел на эксперимент и отдался в руки врачей. Ну, он знал, что это эксперимент, он мне так и сказал, я, говорит, буду первопроходцем от семьи, ну и вообще, я, говорит, ничего не боюсь, со мной Господь. И, собственно говоря, вот да. Ну, да сбоку, да сбоку, все обойдется, я никого не агитирую, ни за, ни против. Вот по этому туннелю идешь, и там дальше уже нужно предъявлять карточку от больничной кассы, тебе выдается номерочек. И готов. Ну, и здесь тоже реклама на канале. Вакцинируйся и встречайся. Да, есть вакцинируйся и успокаивайся. Ну, или вакцинируемся и встречаемся. Здесь следующая надпись. Вакцинируемся и успокаиваемся. То есть, в общем-то, так ненавязчиво, но, можно сказать, рекламируют, рекламируют. Укольчик у нас. Вакцинируемся и возвращаемся к внукам. И тут же внуки изображены, чтобы было понятно, к кому возвращаешься. Вакцинируемся и путешествуем. Рафаэл мне подсказывает, наверное, думает, что я иврит, не знаю. Вакцинируемся, дорогой, я знаю, иврит. И возвращаемся в спортзал. Вот такие призывы. И, как вы видите, идут еще мужчины, которые смелы и бодры духом. И готовы эксперимент сей проделать. Но мы как-нибудь в другой раз. Да, а здесь вот отсюда выходят уже провакцинировавшиеся счастливые граждане нашего государства. Я на самом деле шучу, но не совсем. Дело все в том, что они действительно счастливые граждане. Потому что после второй вакцины у нас выдают зеленый паспорт. Но это так называется. На самом деле это зеленая пластиковая карточка. На иврите ТАВ Хайарок. Зеленая карта, по которой и только по ней можно ходить в кинотеатры, концертные залы, бассейны, спортзалы, кафе и рестораны. То есть вся культурная и приятная жизнь только для обладателей зеленого паспорта. Все остальные, как могут, справляются с жизнью. Насчет церквей, пока решение не принято, синагоги уже по зеленому паспорту. Остальные молятся на улице. Также зеленую карточку получают те, кто переболели страшной болезнью, бушующей сегодня в мире. И получили сертификат о полном выздоровлении. Им рекомендуют все-таки одну дозу укола принять. Но в принципе они тоже получают зеленую карточку и имеют возможность везде побывать. Ну уж о путешествиях я и не говорю. Говорят, что туризм в Израиле откроется в 2021 году, летом. Да-да-да, очень может быть, что границы откроют и даже можно будет прилететь к нам, но только с зеленой картой. Это уже точно ясно и понятно. Правда, у нас границы, так как были, они закрыты для иностранных граждан. Также они были несколько недель, довольно долго, я не помню сейчас настолько, были закрыты даже для граждан Израиля, которые застряли кто в Европе, кто в Америке. А сейчас прямо на днях стали пускать по тысяче человек, граждане Израиля в страну. Однако, как везде, все связано, какие у тебя есть связи с правительством. Есть какие-то более привилегированные группы. На днях, например, я видел группу туристов у Явских ворот. Я так был настолько в шоке, что я, к сожалению, я не фотографировал, хоть у меня телефон был с собой, я мог бы это делать. Так что вам придется просто мне верить. Мексиканцы, огромная группа с чемоданом и с пакетиками, все, правда, в масках, все такие серьезные, но они не стояли на расстоянии, они стояли кучком просто. Это очень странно, потому что израилетян не пускают, а мексиканцев пускают. Я подошел поближе и увидел, что у всех вот такая вот карточка, где написано «Friends of Israel», то есть «Друзья Израиля». Тут надо понять, что есть такой момент в Израиле, который называется «пропаганда Хазбара». Это объяснить политика Израиля во всех странах. Наверное, они решили, что настолько важно ради вот этой Хазбары, это промывание мозгов и выступления, добровольно иногда, иногда за какие-то деньги в разных СМИ, что Израиль прекрасная, замечательная, свободная, демократическая страна, ура, как бы, как все хорошо. Короче, эти мексиканцы будут такие послами, они христиане, кстати. Дело в том, что Израиль не хочет себя показать как антихристианская страна, ни в каком, ни в каким образом. Но эти христиане должны принять наши идеологии, как они говорят, наши условия. И наши условия – это сионизм. Так что, почему я об этом все вспомнил? Потому что это Всемирный сионистский конгресс, и всемирный сионизм действует, конечно, очень грамотно. Я бы сказал, в каком-то смысле они большие молодцы. Ну а теперь мы отправимся с вами в центр. По улице Яфа мы с Рафаилом продвинемся до площади Кикар-Цион. Это самый центр современного Западного Иерусалима. Пока что центр, новый центр будет здесь, как мы поняли, да? Ну вот, продвинемся в нынешний центр и покажем вам, как живут люди сегодня. Что делают, в чем ходят, в масках, без масок, что открыто, что закрыто. Подойдем к Троицкому собору, посмотрим, что там написано. Подойдем ко гробу Господню, посмотрим, что происходит там. Вперед, вперед! Ну вот, не успели мы сесть на трамвай, как увидели машину хасидов. Хасиды – это такое течение в иудаизме, возникшее еще в XVIII веке, на территории Речи Посполитой. Хасиды означают добрые, благочестивые. Вот они у нас занимаются активно очень миссионерством. Разъезжают вот на таких машинках по всем улицам. Громкая религиозная музыка. В частности, в этой песне поется о приходе Машеха, как раз-таки. Ше-я-во припев, то есть да приедет, да приедет скорее. Вот как раз трамвай в сторону старого города, в сторону храмовой горы едет. И трубят в шофар. Вот такие рога шофара использовались в Ветхозаветном храме для отрубления. И тоже вот так они призывают мессию, хотят ускорить его приход. Машина вся исписана в граффити. Здесь написано «Нах-нахам, Нахман-неуман». Это такая медикативная фраза, которую повторяют хасиды, поют ее нараспев. Ну, в принципе, это имя Равина Нахмана и то, что он был из Умани. Ну, жил последние годы в Умани, был там похоронен. Но в ней там есть что и каббалистический некоторый смысл, но это сейчас не так важно. И вот тут столик, тут же у них с литературой. В общем-то, в классическом традиционном иудаизме миссионерство не приветствуется. Но хасиды, они вот именно этим отличаются, этим занимаются. На улицах предлагают книги, предлагают какие-то буклеты. Естественно, родины Нахманы. Ну вот, мы на трамвайчике проехали по улице Яфо в сторону старого города. Он за моей спиной. И мы потом с вами в ту сторону пешком и пойдем. А сейчас хотим посмотреть, что, собственно говоря, творится вокруг. Вот это самый центр Иерусалима. Вот оттуда мы с вами приехали. Да, вот там мы были в той стороне. Выезд западный из города. И вот здесь у нас все кафе, магазины. Вот, посмотрите, чего творится в дешевых магазинчиках. Это дешевый китайский магазинчик, где продают всякую всячину за копейки. От сковородок до, простите, трусов и носков. Ну и вот вы видите, какая толпа людей. Хотя все, конечно, обязательно в масках. Но, тем не менее, ни о какой социальной дистанции речи и нет, что, в общем-то, так немножко тревожно. У нас по-прежнему заболевших пока что по много тысяч в день. И вот, в принципе, как говорят, уже из-за того, что люди, можно сказать, дорвались. А дорваться, в общем-то, было от чего? У нас последний локдаун был с 27 декабря по 5 февраля. Людям элементарно нужна одежда, обувь, детские товары, опять же, да. То есть, ну, людей понять можно, почему все рванули по магазинам. Последний локдаун, это был третий. Всего у нас было три локдауна с момента начала вот этой всей пандемийной истории. Уже открыты школы. Кроме старших классов, то есть дети до шестого класса и также последние, одиннадцатый, двенадцатый учатся. А вот с восьмого по десятый они пока что учатся на зуме. Вот почему так, я не знаю, может быть, наиболее подвержены болезни, не знаю. Но вот такие распоряжения были, так нам школа наша сообщила. Вот тут у нас маски всех цветов и фасонов и мобильные телефоны. Что еще современному человеку надо? Главное, чтобы была модная маска и модный мобильник. Правильно я говорю? Ну вот. На улице торговля вся возобновилась. Открыто практически все сейчас в Израиле. То есть полное восстановление после локдауна. Постепенно нас открывали. Вот сейчас открыто все. Ну и вы видите, какие толпы. Рестораны пока что работают только на вынос, но с 7 марта будут открыты по зеленым паспортам. То, что я вам уже говорила, по вот этим зеленым карточкам. Ну а те, кто без карточки, конечно, смогут купить, но только на вынос. Или те, у кого есть места посадочные, значит, сидеть на улице. Это будет со следующей недели, с 7 числа, то есть с воскресенья. Вот она, улица Яфа, по которой ходили паломники в древности. От западного въезда в город, где мы сейчас были, до старого города Иерусалима. Улица, по которой теперь идет до старого города трамвайчик. Ну и, может быть, если вы у нас бывали, то тоже по этой улице ходили, гуляли. Да, здесь часто гуляли раньше туристы, паломники, естественно, потому что это прямая дорога от старого города. Проще всего найти, не заблудишься. Весь год здесь было, в общем-то, довольно пустынно. Можно сказать, вот такой массовый выход на улицы впервые за всю историю пандемии у нас в Израиле. То есть даже между лукдаунами люди как-то боялись вот так мощно выходить. Может быть, причина в том, что уже действительно много очень людей приняли уколы, и поэтому, соответственно, уже не боятся заразиться. А может быть, просто уже нервы не выдерживают. Люди просто элементарно устали и хотят, жаждут даже просто вернуться к нормальной жизни. А некоторые предчувствуют, что будет четвертый лукдаун к еврейскому Песаху, к апрелю. Ну и к нашей Пасхе, соответственно, тоже, да, что очень даже может быть, что будет четвертый лукдаун. Поэтому люди спешат поскорее купить. А в основном-то, конечно, одежда, обувь. То, что бывает закрыто во время локдаунов, это одежда и обувь. И поэтому, видите, кругом-кругом люди толпятся именно в таких магазинах сейчас. Ну вот, мы пришли с вами к русскому подворью. За моей спиной Троицкий собор. И сейчас мы с вами подойдем поближе, посмотрим. Вот, кстати, здесь находится сейчас тюрьма. А вообще-то в былые времена до революции здесь жили паломники. Вот теперь за моей спиной Сергиевское подворье. Там останавливались богатые паломники. А среди это были бараки для бедных наших богомольцев. Теперь здесь следственный изолятор. А раньше вот они тут спали. Елизаветинское подворье так называемое. Ну а впереди Троицкий собор. Мы сейчас подойдем с вами поближе и посмотрим, что написано на дверях собора. Но я, в принципе, знаю, да, и так все мы знаем, православные, живущие в Иерусалиме, что собор для посещения открыт. Это главный русский собор вообще на Святой Земле. Здесь действительно это так. Для посещения он открыт. А вот божественная литургия для прихожан недоступна. То есть ее совершают сами насельники миссии. По записи можно прийти, поисповедоваться и причаститься. Но, как так выразится, да, то есть без богослужения. То есть исповедуют и выносят дары. Вот и все, да, то есть и причащают. На службе постоять ни на улице, ни внутри невозможно, нельзя. Конечно, уже ходят всякие слухи, ходят всякие по WhatsApp, фейковые, простите за выражение, телефонные звонки, которые тут мне присылала одна тоже зрительница. Говорит, прокомментируйте, пожалуйста. Там телефонный разговор между двумя мужчинами. Один как бы в Иерусалиме, другой в России. И что вот, мол, от муниципалитета вышло распоряжение пускать в храм только по зеленым паспортам. И вот миссия будет это делать. Это ложная информация. Я тут же позвонила пресс-секретарю миссии, отцу Никону. Благо мы с ним хорошо знакомы. Он мне объяснил, что это физически такое решение невозможно по одной простой причине. Для этого всей русской духовной миссии нужно принять прививку. Они здесь иностранные граждане. И, конечно же, если после прививки будут какие-то последствия, представляете себе, да, сколько будет стоить лечение. А прививка не у всех проходит легко. У многих бывает высокая температура, бывает нужная медицинская помощь. Организм по-разному реагирует на нее. Но вторая причина, как вы понимаете, среди монашествующих и духовенства, как и у вас в России, так и у нас здесь, отношение к уколам этим очень неоднозначное. То есть есть те, кто за, есть те, кто против. Соответственно, пока об этом речи нет. Никаких зеленых паспортах для входа на богослужение пока речи нет. Эта информация совершенно официальная. Я вам ее передаю, чтобы вы не верили всяким слухам и сплетням. Ну вот, что написано у нас здесь, что собор открыт для посещения. Литургия еще раз не проводится в присутствии прихожан. Но прийти, просто приложиться, посетить, купить что-то. Может быть, в лавочке поддержать нашу, так сказать, русскую духовную миссию можно. Вот, это такая вот хорошая новость. Я думаю, вы успели посмотреть расписание, кто живет в Иерусалиме или кто живет в Израиле, намеревается приехать. Я думаю, сделает стоп-кадр и перепишет или периферит, сделает скриншот расписания. Ну, а теперь мы пройдем с вами ко гробу Господню в старый город и поглядим, что делается там. По дороге мы с вами видим иудеев, которые молятся на улице. Вот пока у нас вот так. Те, кто не приняли уколы, они молятся на улице. А те, кто приняли, по зеленой карточке проходят внутрь и молятся внутри синагоги. Ну вот, мы с вами подошли уже к старому городу, входим в город через новые ворота. Эти ворота специальные были проделаны в конце XIX века для насельников миссий, которые находятся за стенами. И вот наши миссийские тоже чаще всего ходят ко гробу Господню именно через эти ворота. Ведут они нас в христианский квартал Иерусалима. Справа школа французская, слева, как видите, закрытые магазины и лавки. Ну, открыты только какие-то продуктовые магазинчики маленькие или кафушечки, в которые заходят, заглядывают местные. Ну, а так, в общем-то, город совсем-совсем пустой. Скучающие торговцы, никаких туристов нет. И, как вы видите, большинство лавок, собственно, и закрыты. Хотя те, кто бывали у нас в Иерусалиме, помнят, как обычно здесь, да, просто кипит торговля. Ну, некоторые все же открываются, видите, в надежде на каких-то местных, которые вдруг приехали из других городов и что-нибудь докупят. Ну, или просто, видимо, по привычке. Но большинство магазинчиков закрыто. Работы нет. Убытки, конечно, страшные. Ну, вот, как мы с вами видим, храм Гроба Господня открыт. Он открыт по будням. И можно прийти и приложиться с понедельника по четверг. В пятницу, субботу и воскресенье он закрыт, потому что это выходные дни у людей. Ну, воскресенье – это выходные только у православных арабов, да, но, тем не менее, пятница, суббота у Израиля. Соответственно, чтобы оградиться от огромного наплыва местных туристов, которым больше деваться некуда, да, поехать никуда не могут. Даже неверующие люди часто идут посетить храм Гроба Господня, просто ради интереса поглядеть. Вот поэтому закрывают. Ну вот, давайте подойдем. Вот камень помазания. Видите, людей практически нет. Подойдем сейчас к Кувуклии, к часовне, к самому Гробу Господню. Посмотрим, что там. Видите, храм совершенно-соршенно пустой, потому что сегодня рабочий день, и прийти, в общем-то, некому. Год уже этот храм не видел паломников и туристов. Вот уже год как. Никого здесь нет. Ну вот, как мы видим, с вами приложиться к самому Гробу Господню нельзя. Здесь стоит загородка. Ни по зеленым паспортам, ни по каким другим подойти нельзя. Что же происходит в воскресные дни? Мы вам сейчас покажем. Ну вот, я стою сейчас у площади у входа в храма Гроба Господня. Мы только что были на божественной литургии в арабском приходе в честь Якова, в храме в честь Якова Брата Господня. Как вы видите, вот воскресный день, и храм Гроба Господня закрыт. Это не означает, что там службы не проводятся. Даже кое-какие миряне по договоренности могут в определенные часы туда попасть. Но храм как таково закрыт. Видите? Сейчас вообще, конечно, очень трудно верующим, потому что все храмы Иерусалимской Патриархии официально закрыты. Помолиться на литургии можно только у гробницы Божьей Матери, там по-гречески идет служба, или в приходе Якова Брата Господня, там по-арабски. Ну а что касается русских монастырей, они все на карантине. На фоне закрытых храмов, отсутствия туристов и мощнейших строек у нас теперь еще и по вечерам показывают лазерное шоу. Сейчас вы его тоже увидите. Вот такие лазерные лучи разрезают теперь небо над старым городом и долинами вокруг него по вечерам. Это фестиваль света. Называется он «Следуй за огнями» или «Следуй за светом». Его провели у нас с 21 февраля по 4 марта. Стены старого города, стены исторических и современных зданий, в том числе крестный монастырь, всего 21 объект стали натуральными экранами для лазерного шоу. На официальном сайте написано, что это мероприятие посвящено здоровью и безопасности и, дословно, возвращает свет в эти тяжелые времена после борьбы с ковидом, когда люди много времени проводили в изоляции. Людям предлагается передвигаться по маршруту пешком или в машине, заказывать по аппликациям еду из ресторанов, которую по дороге можно получить прямо в машину, можно создать анимацию на память и прочее. С точки зрения красоты, кому как. Кто-то скажет, что это очень красиво и необычно, а кто-то скажет, что это пошло и очень портит исторический облик и характер Иерусалима. Тут уж у каждого свой вкус. Нам же интересно понять истинный смысл и цель проведения этого мероприятия. Поэтому посмотрим, кто его организовал. Организатор – Министерство Иерусалима и Наследие. Вот такая интересная организация. Естественно, что при поддержке муниципалитета, Министерства иностранных дел, Министерства туризма, но это уже не так важно. Так вот, что же это за Министерство Иерусалима и Наследие? Это государственный орган, главная задача которого – утверждение Иерусалима как столицы мирового еврейства, укрепление, идентификация мирового еврейства с городом, мобилизация еврейских общин по всему миру для проведения церемоний в Иерусалиме. Вся эта информация есть в Википедии, я, собственно, оттуда вам ее и цитирую, но, к сожалению, статья эта доступна только на еврейте и на нескольких европейских языках, на английском и русском нет этой информации. Помните, мы рассказывали вам про общественную организацию Эль-Ад, владеющую раскопками города Давида? Это было в выпуске о строительстве вокруг Храмовой горы. Там же мы объясняли про очень сложный статус Иерусалима, сложное положение здесь с точки зрения религии и этнографии. Ну так вот, тут уже на более высоком уровне мы видим с вами, опять же, освоение территории, теперь при помощи не строительства, а искусства света. Это не стройки, не канатки, не дома, свет. Кто пойдет против света, да еще и исходящего от Сиона, от самого Иерусалима? Кто пойдет против хозяина этого света? Обратите внимание, все здания в Восточном и Западном Иерусалиме в этом проекте, все объекты этот свет как бы уравнивает. Мусульманские дамасские ворота, христианский монастырь, современный мост канатный, все становится просто экранами, отражающими этот свет. И вот еще одна интересная деталь. Голубых лазерных лучей всего шесть. Стоят они при этом в очень спорных местах, то есть в тех точках, которые были завоеваны у арабов в войне 1967 года. И статус этих точек в мировом сообществе пока что очень спорный. А два прожектора стоят прямо в самом хрупком месте нашей планеты. Внимание, под храмовой горой, под мечетью Алякса у ворот Хульды. Вот здесь был вход на территорию Ветхозаветного храма, это археологический парк. Только здесь могли войти на храмовую гору молящиеся, то есть миряне, не священники. Мы это место вам уже не раз показывали и рассказывали о нем. И вот от древних ворот Хульды исходит свет. Совпадение? Может быть. А может быть сублимация. Лазерная рукотворная благодать. Не знаю. Поживем, увидим. А еще это лазерное шоу наталкивает на мысли о некой тренировке, которая проводится в Иерусалиме. Помните, много лет назад было такое видео, потрясшее тогда весь мир, про трубный глаз. Такая труба звучала, шафар трубил над городом, и облака светились. Ну вот это было то же самое. Это тоже был лазер и звуковые эффекты. В этом году тоже что-то похожее делали, но не в таких масштабах. Так вот, дело все в том, что есть целый ряд людей, творческих людей, которые занимаются этими проектами, пишут даже о них, о том, чтобы создать большие лазерные проекции над Иерусалимом. В частности, проекцию третьего храма. И вот кажется, что все, что происходит сейчас, все эти знамения и чудеса с неба, это некая тренировка, скажем так, тестирование оборудования, так назовем. Так это или нет, посмотрим. До свидания, мои дорогие.